Сегодня пошел восьмой день, как 28 сотрудников нескольких котельных в селе Агинском Саянского района объявили голодовку. История запутанная, на местном рынке идет передел власти. Многие рассказывают о рейдерских захватах. Самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию они не могут и сегодня с надеждой приехали на встречу к Виктору Толоконскому. Подробности расскажет Юлия Дудникова. Голодающие села Агинское сегодня заняли пост у правительства края. После недельного отказа от приема пищи приехало всего 8 из 28 протестующих. Остальные плохо себя чувствуют и не решились на длительную поездку. Главная цель парламентеров встретиться с Виктором Толоконским. Мы приехали не только с требованием, а готовы встать на колени, просить уже именно губернатора, чтобы разобрался во всех наших конфликтных ситуациях, чтобы нам вернули законное наше имущество и дали спокойно работать. На крайние меры голодовку люди решились не случайно. Проблемы в селе начались еще несколько лет назад. Во бизнесмена не могут поделить три местные котельные и отчистную станцию. В результате к подготовке к зиме еще не приступали. Страдают и рабочие. Говорят, им третий месяц не платят заработную плату. Но в этом, по словам сегодняшних визитеров, виновата уже местная администрация, которая задолжала коммунальщикам более 5,5 миллионов рублей. И в конфликт собственников вмешиваться не желает. Мы куда только не стучались, у нас в районе бесполезно. Куда-то у нас глава заходил, руки в карманах по котельной и говорил в открытую, что ну что, наверное, ребят, вы без работы остаетесь. У инициатора голодовки Сергея Барабана тоже на душе неспокойно. Он генеральный директор компании, который борется за власть над котельными. И уже настолько боится своего соперника, что нанял охрану. 11-го числа возле меня, то есть меня охраняет 6 человек еще ездит со мной, да. Возле меня мы вызвали милицию, чтобы не сами задерживать. Поймали местного балдета с травматическим пизодом. Хрень собачья, им нельзя убить. А зачем его ко мне подослали-то? Вот, вот, это же запракалировано милиционерами. Они уже к этому, к этой теме подбирают. Ничего это? Ничего. И к чему мне действовать? Я тоже буду сейчас стреляться, тогда я буду так, а не так. К временно исполняющему обязанности губернатора Агинским ходокам сегодня попасть все-таки удалось. Встреча прошла за закрытыми дверями. Ее итоги озвучил новый министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Подводим итог. Первое. Голодовка сегодня должна быть закончена. Стороны об этом договорились. Второе. Я выезжаю после беды с специалистами в район. Мы посещаем эти котельные, смотрим, насколько они сегодня готовы, то есть не готовы к отопительному сезону. Для себя понимаем некие шаговые действия по всем, как бы на предстоящие полторы недели, что должно быть сделано и в какие сроки. И 1 сентября проверяем, что те договоренности, которые были сегодня достигнуты на уровне временно исполняющего губернатора, они достигнуты и все выполнены. По мнению краевых властей, главная проблема села Агинское, которая требует немедленного решения, это нормальная работа местных котельных. Агинские коммунальщики сегодня пообещали Виктору Толоконскому, что к отопительному сезону все будет готово. В ответ им сообщили, что совсем скоро все долги по зарплате им погасят. Краевые власти уже перечислили деньги Агинской администрации. Что же касается вопросов собственности, то их будут решать в судебном порядке. Юлия Дудникова, Алексей Егоров, Афонтова. Новости.